Львовский мэр Садовы наконец-то придумал, где же обустроить свалку, которой сможет пользоваться не только Львов. Идею, удивившую многих, городоначальник озвучил сегодня. Правда, она отчасти напоминает плагиат. Как тут не вспомнить талкера братьев Стругацких? О новой зоне для львовского мусора знает Галина Якушко. На сегодняшней пресс-конференции Андрей Садовы жалуется, дескать, устал, и озвучивает новую идею, куда можно отправлять отходы. Обижен Садовы не только на коллег, мэров других городов, но и на центральную власть. Последний месяц Львов снова утопал в отходах, их не вывозили. Сегодня утром возле переполненных мусорных баков установили огромные металлические контейнеры, способные уместить тонны отходов. Весь мусор обещают вывезти за неделю. По несколько машин примут маленькие полигоны в области. В мэрии снова жалуются, принимать отходы на постоянной основе там отказываются. Мы им пишем. Работает и полиция, выясняет, почему львовский мусор то и дело обнаруживают в разных городах Украины. И кто же его вывозит, получая оплату за услуги из городской казны. Будем замовляти в рамках проведения, будем замовляти экспертизы, аудиты и будем назначать это. Потому что действительно мы видим, что достаточно большие деньги, это миллионы, вытрачаются городской властью. И когда мы имеем такие факты, когда едут просто особо неизвестного призначения, везут наши смятки, возникает много вопрос. Пока правоохранители разбираются, мэр Кременчуга, где в начале марта остановили несколько машин с отходами из Львова, а некоторые даже успели свалить мусор на берегу Днепра, выставил садовому счет. 12 878 гривен – это Кременчук водоканал, отшкодирование витрат. И 419 гривен, 27 копеек – это захоронение на Деевском полигоне. Лиз на Львовскую міську раду, стоимость компенсации этих витрат, понесенных нами. Так что минимум одно письмо от коллеги садовые все же получат. А вот на идею львовского городоначальника о свалке в зоне отчуждения никакой реакции пока не последовало. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал «Интер Львов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова